здравствуйте уважаемые подписчики главного патриотического канала страны очерки неугомонного павла а также web зрителей этот видео обзор посвящен урочищу где ранее располагался аул болот на территории азовского немецкого национального муниципального района омской области приятного вам просмотра продолжаем чтение произведения мухтара уэзова путь абая на грузи верблюда в поход терпеливо он все снесет но боюсь подумать я ой калах как стерпит моя оба не понял как вы сказали байта сага кто это и кала а ты разве не помнишь оке мою жену конечно помню ну и что же в прошлом году я прогулялся лето гостил по всем аулам веселился с девушками и молодыми женщин а когда пришел конец беспечному житью у меня не хватало духу войти в свой дом и взглянуть к лицу жене ну я и решил заранее смягчить ее сердце сложил эту песню чтоб жена через моих друзей певцов еще за месяц до моего возвращения услышала мое покаяние байтас был признанным певцом и красавцем абай посмотрел на него с нескрываемым восхищением и сама айке и друзья байтаса который хабай знал с прошлого лета веселые неутомимые певцы с чудесными голосами живо встали в его память он жадно слушал его рассказ с нетерпением ожидая развязки пользуясь тем что нынче байтас шутил с ним как срамным он решил спросить ну и что же сказала айке байтас ага байтас засмеялся но тут же принял серьезный вид а что тут скажешь разве сердце бедной женщины может выдержать когда издалека да еще песни ей посылают мольбу о прощении подъехал я к дому она вышла навстречу и стала привязывать коня а песня моя пошла гулять по свету вот и все сказал он и подмигнул жумабаю во время разговора найман кок перешел на ровную быструю рысь увлекая остальных лошадей мальчик стрепенулся чувство которое влекло его к родному аулу но вспыхнула в нем удали в коня он иванулся вперед спутники снова попытались его удержать перестань говорят тебе сынок загонишь коня поскачешь один и в самом деле попадешь в руки грабителя но мальчика только что вырвавшись из города и снотворно скучного медресе с такой силой тянуло к родным к милому его сердцу аул что он и не слушал этих увещеваний да не так уж страшны ему есимбаев овраг и воры наводящий ужас на его спутника чем в конце концов отличаются они от остальных казахов разве только поношенным платьем и плохой сбруей до тем что в руках у них соида абая не раз приходилось видеть таких людей он помнит и рассказы стариков о них бывают минуты когда он даже мечтает испытать сам что такое налет грабителей караульная сопка тайное ущелье все эти места знакомы абаю не хуже чем родной аул два раза в год весной и осенью аул куман бая прикачевывает сюда и надолго здесь располагается каждое ущелье овраг лощина места где привязывают жеребят или ставят юрты овечье пастбища на возвышенности что видна с дороги все это знакомо и мило абаю прошлом году когда на бахрау во время стрижки овец он отправлялся в город учиться ему пришлось выехать как раз отсюда из симба и все кажется ему здесь родным все дышит непередаваемой теплотой недавно еще он веселился здесь бегая с мальчишками на перегонки устраивая скачки на жеребятах-однолетках играя в бабки и когда там в городе нападала на него тоска по родному аулу его воспоминаниях не раз вставали незабываемые дни проведенный именно здесь есть им парень и теперь когда говорят здесь воровской притон опасное место здесь гнездо всяких бед ни одна из этих угроз не находят не мог ли мирные желтые сопки зеленые луга необъятный простор сербристого коваля подернутый вдали дрожащей дымкой стелется перед дни с нежностью и волнением смотрит абай на окружающий его мир на бескрайнюю степь на простор на сопке где он родился и где провел детство ему хочется обнять все это и покрыть горячими поцелуями какая нега в прохладном степном ветерке не знающим небурных порывов и мертвого затища сочная тучная степь вся колышется от этого ветерка и пологими волнами переливается на ней ковы да нет не степь это бескрайнее море сказочное море абай не может оторвать от него глаз он безмолвно погружается взором в вольную ши она ничем не пугает его если бы он смог он охватил бы ее всю прижался бы к ней шептал я так соскучился по может быть другим ты кажется страшной только не мне родная моя милая степь и мальчик скачет вперед чуть видно среди зелено-серебряных просторов удержать его невозможно неужели мы так и будем плестись за ним как подводчики за чиновником прибавим ходу жумаке это же позор сказал байтаз и ударил чалова пустился вскачь жмобай волей-неволей последовал за ним и скоро все трое мчались на перегонки мальчик добился таки своего от самого корыха путники не сделали ни одного привала весь день они были в пути код и их измылились и к закату перед самой вечерней молитвой они подъехали наконец каулу кунанбая на коль гайнар славился своим прозрачным неиссякающим родником но большим урочищем его не назовешь обычно здесь по пути на жаляу в горы чингис останавливается три-четыре аула кунанбая возле юрт самого кунанбая теснились юрты его родных дыхание жизни оживляла вечернюю степь лай собак окольки пастухов плене овец и игнят топот коней скачущих на водопой и поднимающий золотистую дымку пыли движение жеребят только что спущенных с привязи и мечущихся по степи в поисках маток дым поднимаешься от костров прозрачному вечернему небу висит над юртами сплошной темно-серой завесы вот о чем тосковал городе мальчик вот что заставляет его сердце биться в радостном волнении подобное играющему скакуну вот что властно захватывает все его чувства путники подъехали к аулу расположенному у самого родника пять юрт стояли впереди это было многолюдное жилище двух младших женку на баял-жан и айгиз старшая кунке жила в другом ауле всадников сразу же узнали пробивая себе путь сквозь стадо овец тянувшийся на вечерний выпас они направились прямо к большим белым юртам первыми заметили их женщины среди отары с ведрами в руках подотнув потолы за пояс и повязав большие передники они доили овец вглядываясь приезжих они наперебой заговорили это из города из города вернулись а вот абай абай голубчик ну да это телькара боже мой телькара побегу скорее порадую его мать и молоденькая женщина бросив ведра кинулась большой юрте уже не стомилась ожидая сына с той самой минуты когда байтас выехал за ним город она считала дни и часы прикинув время на дорогу туда и обратно она ожидала путников сегодня восклицание женщин мгновенно доносились до него улыбая всем своим полным лицом на светлой матовой кожи которого почти незаметно было морщин хотя уже он перевалило за 40 плавно неся потучневшее тело она вышла из юрты бережно ведя под руку свекровь старая заре всю зиму ждала любимого внука ни на миг не забывала его и поминала в молитвах между большой юртой которые подъехали всадники и гостиной юртой их уже ждала большая толпа подошли многочисленные невестки и женщины соседних юрт несколько старух и стариков копошившихся поблизости примчались со всех ног мальчишки с разных концов аула приближались мужчины а бай жадно взглядывался в толпу не заметив даже что опередил обоих спутников едва он спешился коня его кто-то увел многолюдной толпе мальчик сразу увидел родную мать он бросился к ней но уже она остановила его ээ свет мой сынок посмотри вон стоит твой отец сперва отдай солен ему а бай быстро оглянулся и только теперь заметил отца кунан бай стоял с несколькими стариками по водам позади гостиной юрты смущенный своей оплошностью мальчик подошел к отцу байтас и жума бай спешившись и видя коней по воду тоже подошли кунан баю высокий коренастый сидеющий бородой кунан бай даже не удостоил их взглядом своего единственного глаза странно сверкавшего на бледном словно застывшим лице с другой стороны аула к нему приближались несколько всадников тучных богато одетых на хороших конях насколько можно было судить все это были старейшины кунан баю видимо ожидал их он напряженно смотрел на подъезжавших байтас и жума бай еще походить подходили когда бай был уже возле отца кунан бай повернул голову принял приветствие но не двинулся с места он только окинул абая быстрым взглядом и сказал ты вырос и возмужал выросли ли твои знания как ты сам насмешка это или сомнение действительно ли отец хочет знать о нем самых ранних лет мальчик привык следовать за движениями бровей отца так опытный пастух следить за облаками в год джута и за эту наблюдательность отец ценил ее больше остальных детей сейчас было понятно что кунан бай думает совсем не о сыне а приближающихся всадниках но бай знал и то что отец не выносит когда мне отвечает на его вопрос и поэтому сказал сдержанно но с достоинства славу богу отец и помолчал добавил занятия еще не кончились но вы прислали за мной хазрет благословил и я вернулся домой возле отца стоял со своим слугой май басар младший брат кунан бая сын одной из четырех младших жен кунан баева отца став этом году ага султаном кунан бай поставил май басара волосным управителем табыкты довольный ответом абая май басар быстро было начал он уже совсем взрослый стал но конан бай прервал его коротко сказал ступай сынок поздоровайся с матерями абай только этого и ожидал и когда он повернулся к женщинам которые не громко переговариваясь ремни вас следили за ним лицо его снова приняло жизнерадостное мальчическое выражение с детской торопливостью абай бросился к матери но кто-то схватил его обнял этот час на него посыпались поцелуи множество пожилых женщин и мужчин значит он для них все еще ребенок мальчик даже покраснил от смущения не зная как быть то ли сердиться то ли радостно отвечать на ласку у некоторых старух на глазах были слезы вырвавшись наконец из объятий абай направился к матери родная его мать улжан и жена кунан бая красавица айгиз стояли рядом айгиз сказала ну вот всякие грязнули заслюнявили все лицо нашему мальчику и поцеловать некуда и она с высокомерной усмешкой поцеловала абая в глаза когда наконец он прыгнул к родной матери то не поцеловал его она только крепко обняла и прижала сына груди жадно вздыхая запах ему волоса невозмутимая сдержанность и хладнокровие отца уже давно передались матери мальчик знал это и не ждал больше но в этом молчалимом объятии он почувствовал такую теплоту и любовь что сердце сильно сильно забилось в груди улжан не стала долго задерживать его подойди к бабушке сказала она и повернула мальчика к двери большой юрты старая зерея опираясь на палку уже ворчала на абая негодный не прибежал ко мне сразу к отцу пошел негодный бормотала она но едва внук оказался в ее объятиях упреки сменились самыми нежными самыми ласковыми словами светик мой ягненочек маленький абай сердечко моё говорила бабушка и прозрачные крупные слезы навернулись на ее глаза в юрту абай так и вошел в объятиях старушки он просидел здесь долго уже совсем стемнело матери почивали его току мысом то холодным мясом то чаем но абаю было не до еды он не чувствовал голода хотя не ел самого утра обе матери и невестки наперебой засыпали мальчика вопросами окончил учение на мулу уже выучился а по ком больше скучал абай на все давал на сложные ответы но последний вопрос заставил его встрепенуться где аспан куда он ушел спросил он с такой поспешностью которая сразу показала что больше всего он соскочился по младшему братишке шалуну аспану а кто его знает броди день бездельник он сегодня всех нас вывел из терпения вот мы с бабушкой и выгнали его и лужан кинула в сторону зыря старушка поняла что говорили они и спросила а что вы сказали не слышу что вы говорите а бай громко в самое ухо рассказал не о чем шел разговор и добавил бабушка в прошлом году ты была совсем не такая что у тебя с ушами и он обнял зыре прижавшись к ее коленям она расслышала его слова что осталось от твоей бабушки светик мой одни кости печально ответила она абаю стало жалко старушку обреченную на тягостное одиночество среди людей а можно вылечить твои уши если бы попробовать и зыреи все кругом рассмеялись но чтобы не огорчать мальчика старуха ответила с улыбкой если мула подует с молитвой бываешь начинают слышать это помогает ну что сказала и гиса смехнувшись внук твой уже мула пусть подует раз это помогает но остальные женщины повторили серьезно будто в самом деле надеялись на знание абая пусть подует ей уши бедной старухе хоть на душе легче станет абай знал что и такой способ лечения и обливание больного вместо краской смытой со священных письмен и чтение на ними молитв и песнопений обычные приемы каждого мулы ничем не отличающие от действий простой ворожей он сидел улыбаясь точно подсмеиваясь над положением в которая попал потом вдруг обнял голову бабушки из армуза забормотал ей в ухо то шепотом то в пол голоса прелестен лик в очах алмаз горит заре подобен цвет йоланит на гибкой шеи белый снег лежит а брови тонкие начертанный творцом сидевшие в юрте ничего не разобрали все решили что он читает молитву поджав под себя ноги мальчик серьезным видом продолжал поормотать как заправский мула но почему в минуты редких встреч тебя всего пронзает острый меч твой слепный зор твоя не имеет речь перед ее сияющим лицом он зажмурил глаза беззвучно пошевелил губами и дунул в ухо бабушки это были его собственные стихи он сочинал их весной начитавшись на вои и физули но женщины все еще не понимали в чем дело им казалось что оба и читает молитву чтобы продлить это заблуждение мальчик говорил пол шепотом и только под конец не скрывая больше своей проделки повысил голос зазмур зажмурившись и раскачиваясь как это делают мулы читая коран он закончил нараспев как пташка к югу свой стремит полет так ты спешишь прекрасное вперед не слышит бабушка пусть верой ждет я излечу ее моим стихом и он опять думал только теперь все поняли его шутку и рассмеялись поняла ее и сама бабушка она тихо засмеялась и довольно ласково пахнула внука по спине прижавший щекой к его лбу но бай по-прежнему оставался невозмутимо серьезным и только в глубине его глаз притаился добродушный смешок обняв бабушку он спросил ну как лучше слышишь да сразу стало гораздо лучше да будет безгранична тут счастье твое поблагодарила бабушка шутка мальчугана вызвала и смех и восхищение взрослых его мать улжан засмеялся не сразу она задумчиво глядела на сына как он вырос за этот год как возбуждал какая острота ума в его глазах как не похожа на своих братьев легкая улыбка скользнула по ее губам я-то думала сынок что в горе тебя сделали милой сказала она а ты оказывается вышел мою родню взрослые сразу поняли ее намек и все снова рассмеялись ну конечно в нем течет кровь шан-шар сразу видно что он внук тонтекена наперебой заговорили вокруг кто-то припомнил слова тонтекена сказанное перед смертью стыдно уже обманывать ожидания ханджи ему хаджи ему придется умереть пусть зарабатывают на поминках опа задумчиво заметила бай уж лучше умереть как сонтекен чем быть знахарем собирать подачки хорошо если ты правда так думаешь как ты вырос мой мальчик промолвила мать в юрту вошел посыльный майбасара бородатый камыс бай едва переступив порог он обратился к мальчик абай голубчик отец тебя зовет в юрте сразу стало тихо чувства во власти которых абай находился весь вечер мгновенно исчезли он молча выше в гостиной юрте совсем не то что в мае в юрте матерей даже наружный вид ее суров и холодный войдя абай отчетливо и громко отдал семь салет взрослые ответили ему народа было немного конан бай майбасар жума бай и несколько старейшин племени табыкты байсал бажей каратай и суэнгит из молодежи здесь сидел один жеренше двоюродный брат байсала всегда его сопровождавший он дружил сабаем хотя и был старше его спасибо всем тем кто досмотрел этот ролик до конца на главном патриотическом канале страны очерки неугомонного павла подписываемся на наш канал призываем подписаться родных близких а также учителя географии до новых встреч будьте здоровы